Добрый вечер дорогие наши зрители. В эфире выпуск программы. День. Люди. События. Программу на этой неделе веду я, пока мои соведущие отдыхают. Сегодня мы говорим о событии 27 октября в истории. В Москве открылся Центральный театр рабочей молодежи, Трам, сегодня Ленком. В 1927 году в Москве, в здании бывшего купеческого клуба был создан Театр рабочей молодежи, сегодня Московский государственный театр имени Ленинского комсомола, или Ленком. Четыре года новый театр существовал на полупрофессиональных началах. В 1931 году коллектив получил статус профессионального театра. В 1932 году в Трам была приглашена группа мастеров МХ от Судаков, Станицын, Баталов, Хмелев. В 1938 году театру было присвоено имя Ленинского комсомола. В том же году коллектив возглавил режиссер и актер Берсенев. Вместе с ним в труп увлились Берман, Геоцинтова, Вовсе и другие. Интересная и разнообразная афиша театра этого периода, история одной любви, парень из нашего города, так и будет, русский вопрос Симонова, фронт Корничука, за тех, кто в море Лавренева, Зыкова и Васа Железного Горького, живой труп Толстого, месяц в деревне Толстого. Тургенева, Нара и Псена, Сирана де Бержера Крастана, валенсианская вдова Лопе де Вега. После смерти Берсенева театром в разные годы руководили Геоцинтова, Майоров, Толмазов. В 1963 году главным режиссером стал Анатолий Эфрос, поставивший спектакли в день свадьбы Розова, 104 страницы про любовь и снимается кино Радзинского, Мой бедный Марат Арбузова, Чайка Чехова и Мольер Булгакова. Новый этап в жизни коллектива начался в 1973 году, когда художественным руководителем театра стал Марк Захаров. Он поставил ряд спектаклей, которые стали событиями московской театральной жизни, Тиль Гарина, Иванов Чехова, Звезда и Смерть Хаакина Мурьета Неруда, Первая русская рок-опера Юнона и Авось Вознесенского и Рыбникова, Три девушки в Голубом Петрушевской, Диктатура о совести Шатрова, Поминальная молитва Гарина. Понравилось наше видео? Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк.